Здравствуйте! Лабораторное занятие номер 4. Тема «Простые формы и их комбинации» по дисциплине, кристаллографии и минералозии. Автор, преподаватель Байдаулетова Ирина Владимировна. Кафедра геологии и разметки и насторождения полезных ископаемых. Горный факультет. Цель лабораторного занятия – изучение простых форм и их комбинаций кристаллов. План занятия. Ознакомиться с каждой из 47 простых форм на моделях и реальных кристаллах. Полное кристаллографическое описание кристалла с изображением элементов с меткой. Простой формой называется совокупность разных граней, связанных между собой элементами с меткой. Кристаллографии имеется 47 простых форм. В названии простых форм используются греческие слова. Моно – 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 8, 8, 10, 12. Эдра – грань, гон – угол, инокс – пластина, скалена – косой, морфа – форма. И рассмотрим, как выглядят формы по категориям. Простые формы низшей категории. Моноэдер – простая форма из одной грани. Инокоид – две параллельные грани. И эдра – две пересекающиеся грани. Промбическая призма. Фигура – фигура из четырех пересекающихся грани, каждая из которых параллельно противоположна. Ромбическая пирамида. Фигура из четырех треугольных грани, пересекающихся в одной вершине. Фигура из четырех пересекающихся грани. Фигура из восьми пересекающихся граней, напоминающая две пирамиды, приставленные друг к другу основанием. Фигура из четырех пересекающихся граней, каждая из которых имеет вид неправильного треугольника. Простые формы средних очагов. Фигура из четырех пересекающихся граней, ребра которых параллельны друг к другу и осей высокого порядка. Фигура из четырех пересекающихся граней, призмы первой серии. Фигура из четырех пересекающихся граней. Фигура из четырех пересекающихся граней. Призмы второй серии. Ди-тригональная, ди-тетрогональная, ди-гексагональная. Если рассмотреть предыдущую картинку, то можно увидеть три гональные, три грани, четыре грани и шесть грани. В следующем слайде можно увидеть, что каждая грань еще делится на две грани и добавляется приставка ди. Ди-тригональная, то есть каждая грань тригональная была еще поделена на две дополнительные грани. Соответственно, ди-тетрогональная была четырехгранная, стала раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восьмью. То есть поделилась еще на две грани. И также ди-гексагональная, шестигранная основания, каждая грань еще разделилась на две грани. Пирамиды. Многогранники из треугольных пересекающихся граней, ребра которых сходятся в одной вершине. Дни пирамиды представляют собой простые формы, как бы состоящие из двух пирамид, сложенных друг другом основаниями. Пирамиды первой серии. Тригональная, петрогональная и гексагональная. Так же, как и в предыдущих слайдах, основания имеют треугольника, четырехугольника и шестиугольника. Пирамиды второй серии. Ди-тригональная. Также каждая сторона треугольника образовала дополнительные две стороны. И добавляется приставка Ди. Ди-тригональная. Четыре стороны, каждая из сторон, которая получила дополнительно еще две грани. Ди-тригональная и, соответственно, ги-гексагональная. Дни пирамиды первой серии. Тригональная, петрогональная и гексагональная. Дни пирамиды второй серии. Ди-тригональная, ди-тригональная и гексагональная. Можно также увидеть, что каждая грань была поделена в дополнение еще на две. Вот здесь отчет его видно. И гексагональная. Из-за этого приставку, напоминаю, добавляется Ди. Ди-тригональная. Ди-тригональная. Тетраэдер – фигура из четырех пересекающихся граней, имеющих форму равнобедренных треугольников. Ромбоэдер – фигура из шести пересекающихся граней, в первом приближении представляющая собой куб, вытянутый или сплющенный вдоль одной из диагоналей. Ромбоэдер – фигура из шести пересекающихся граней. Ромбоэдер – фигура из шести пересекающихся граней, в наиболее тастまで не стану в этой категории. В соответствии с граней. Теперь рассмотрим простые формы высшей категории. Исходная формула. Пентагон в виде трайдер. 12 граней. Форма грани, если вы увидите, пятигранник. Причем две стороны одинаковые. И еще две стороны, они помечены, они между собой одинаковые. Имеет формулу четыре оси третьего порядка, три оси второго порядка. Тетрагон, три тетраэта. 12 граней. И форма грани приводится. Гексатетрайдер имеет уже 12 граней. Причем форма грани напоминает прямоугольный треугольник. И формула тоже прописывает. Имеет четыре оси третьего порядка, три оси второго порядка, шесть плоскостей симметрии. Куб имеет шесть грани. Интагон, додекайдер. 12 граней. Тетрагексайдер. 24 граней. Имеет формулу четыре оси третьего порядка, три оси второго порядка. Так, три плоскости симметрии и центра симметрии. Спасибо. Октайдер – восемь граней. Грань представлена в равностороннем треугольнике. Тригон – три октайда, имеет 24 грани. Пентагон – три октайда, 24 грани. Имеет формулу три оси четвертого порядка, четыре оси третьего порядка, шесть осей второго порядка, плоскости центра симметрии. Тригон – три октайда, 24 грани. Форма граней представлена. И векса октайдер. Сорок восемь граней. Имеет следующую формулу. Три оси четвертого порядка, четыре оси третьего порядка, шесть осей второго порядка, девять плоскостей симметрии и центра симметрии. Три двору. Имеет deine планету. Все простые формы принято разделять на открытые и закрытые. Открытые простые формы не ограничивают пространство, они не замкнутые. К ним относятся моноэдер, диэдры, фенакоиды, призмы, пирамиды. Моноэдры, диэдры, инакоиды, призмы, пирамиды. То есть они не замкнутые. Закрытые простые формы ограничивают пространство, они замкнутые. К ним относятся гиперамиды, тетраэдры, трапецоидры, скалиноидры и другие. И можно как раз посмотреть гиперамиды, трапецоидры, петраэдры, скалиноидры. Продолжение следует... Комбинации простых форм. Комбинации простых форм называется совокупность двух или нескольких простых форм. В комбинации грани различны поочертаниям, величине и другим свойствам. Грани одного сорта относятся к одной простой форме. Поэтому число сортов граней равно числу простых форм в комбинации. Можно рассмотреть комбинацию простых форм граната и кварца. То есть здесь отчетливо можно увидеть простые формы одинаковых форм, отличимых от другой. Вот как здесь показано X, X, M, M, M. То есть состоит комбинированно из простых форм. И еще вот пример. В кристалле Риальгара шесть простых форм. Грани 1 и 2 – это пинакоиды открытые. Грани 3, 4, 5, 6 – это призмы открытые. Грани 1 и 2 – это призмы открытые. Задание. Для более углубленного изучения материала рекомендуется просмотреть видеоматериал. Зарисовать простые формы кристаллов, низшие, средние и высшие категории. Письменно ответить на контрольные вопросы. Контрольные вопросы. Что называется простой формой кристаллов? Что называется комбинацией простых форм? Перечислите простые формы кристаллов, низшей, средней и высшей категории. Как отличить тромбическую приему от тромбической пирамиды? Что такое сколиноиды в их виде? Продолжение следует. Также для более углубленного изучения материала рекомендуется следующая литература. На этом наше занятие совершено. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует. Уб Deswegen. Продолжение следует...